Всем привет, меня зовут Юля, сейчас нахожусь в Черногории, и мы с вами приехали в старый бар. Церковь Святой Катерины. Катарины, Юля, не придумывай. 14-й век. Вообще старый бар, где в свое время было сооружено около 240 зданий, славится многочисленными древними храмами, большинство из которых до наших дней, к сожалению, не сохранились. Но некоторые экземпляры, пережившие не только турецко-черногорские войны, но и разрушительные землетрясения, продолжают оставаться частью условной экспозиции музея под открытым небом, который можно назвать Великий Старый Бар. Святая Катерина – это христианская великомученица Екатерина Александрийская. Храмы в ее честь возведены во многих городах Европы. Смотрите, здесь лежат пожертвования. И самое прикольное, что это турецкие лиры. А это, по-моему, гривны. Или тоже лиры. Это евро. Евро уже? Или церковь. Или церковь, все знают. Да. Видите? Такая небольшая церковь. Просто шикарный вид на весь город. Просто обалденный. Супер. Очень круто. Вот это церквушка Святой Катерины. Они думают, что это или частная какая-то церковь была, или здесь все-таки жили еще монахи. Часовая башня, сад, сад Кула, да, по-турецки сад Кулиси. А здесь вот так. Но это по-черногорски, это не на турецком написано. Ну, к сожалению, закрыто. Одиннадцатый и пятнадцатый век. Смотри, еще, оказывается, в баре были три землетрясения. Три землетрясения. Угу. Интересно. Ну, смотрите, на ателле открывали дверь. Я, потому что закрыта. Часы бьют. Да. А они прям идут. Ты слышишь, как идут. Ничего себе, они реально идут. Я думала, там ничего, они не работают. Я думала, да, просто на туалет. Не подходи туда. Видите, можно и туда залезть. Ну, мы, наверное, лучше через двери, да? Там хода нет. А тут хода нет. Ого, ничего себе, они тяжелые прям. Хода нет, будет. Не, ну, аккуратно, конечно. Если после дождя, то вообще, конечно, не надо идти. Всюду, с любого места открывается шикарный вид. На весь город. Так я не могу понять, где вот это все. Вот мечеть, видно, большую. А где у нас мечеть большая, вообще не знаю. К сожалению, не видно, потому что он прям вот там. Это все старый бар. Себе нормальненькая территория. И тоже, видите, черепицы такие оранжевые, красивенькие. Удивительно, что в декабре растут одуванчики. Вот там можно через какой-то мостик перейти тоже. Мы разошлись по трем сторонам. Мы с Тимуром направо, Мила прямо, Натали налево. Вот здесь столько ходов. То есть летом, если честно, я вам не советую гулять. Будет очень жарко. Мне сейчас даже жарко. Старый бар был основан как римское поселение в VI веке. На протяжении веков он был завоеван венецианцами, а затем османами. Крепость была окончательно восстановлена черногорцами в 1877 году после долгой осаны. Интересно, вот эта башня, как вы думаете, это что такое? Вот это? Это зачем? Вот мы добрались до флага. Открывается обзорная площадка. Очень удобно себе фотографии поделать и отдохнуть после подъема. Вот, видно церковь Святой Катарины. Башенные часы. Красиво. Летом все заставлено машинами, да? Вообще не пройти. Ну, тут, да. Я про бар вообще сказала. Слышно вам звон? Руины собора построены в конце XII века н.э. в честь Святого Георгия, средневекового покровителя города Бар. На фундаменте церкви Святого Федора, 610 век н.э. В 1649 году турки и османы превратили собор в мечеть султана Ахмеда. В 1881 году в результате удара молнии в ней взорвались хранившиеся боеприпасы, тем самым полностью разрушив ее. Вот, пожалуйста, Тимур. Молодец, взял водичку, мы тоже. И вы берите всегда, потому что в таких местах, видите, если, например, в Анталии, на каждом шагу можно купить воду, здесь нет. Здесь вы поднимаетесь и... Ну, в принципе, в ПРГ тоже в центре там не сильно. Если идете на экскурсию, всегда имейте воду, потому что если человек не покушал, то можно пережить. Без воды это тяжелее. Мы сейчас с вами дошли до храма Святой Венеранды. Это латинский вариант известного греческого имя Параскева. Она была святой христианской великомученицей, не пожелавшей отречься от Христа, и пожертвовавшая жизнью во имя своей веры. Святая Венеранда пользовалась популярностью в Албании, а также до сих пор культ Святой Великомученицы можно проследить в Греции и на Балканах. Ученые связывают его также с культом Венеры. В храме довольно часто проводятся концерты с церковной музыкой, которые пользуются очень большой популярностью среди местных жителей и туристов. Увидев балкон, я, конечно же, не устояла и поднялась наверх. Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему Доні же есть. Достойно яково истину, блажити тебе, Богородицю, присну блажену и припни порогу очну и Матерь Бога нашу, честнейшу від херовимів и незрівняно славнішу від серафимів, щоб зісління Богослова породила сучу Богородицю тебе величаємо. Видно, все горы. Это я отдаленку поставила, потому что мы очень близко к горам. И настолько слышно водопад, как он далеко отсюда. Ну, река течет. Так, где наш водопад? Я-то вижу, а вот через телефон вот он. То есть его отсюда видно настолько хорошо, насколько он большой. Нашли до Лапидариума. То есть мы подумали, что это все должно быть внизу. Мы так соберешили. Раскопки. Вернее, частички того, что осталось, что когда-то здесь было. То, что нашли. В центре камень. Хорошо, здесь прохладненько. Скажи, Юля, серьезно, 26 декабря. Ты радуйся, что прохладненько, ну, потому что на улице теплее. Чем вот здесь. Я такой камень видела, знаете, где? В Каппадокии. Но там они прятались в пещерах. И вот такие камни там были тоже. А тут, в принципе, гора, а не пещера. Все, здесь выход. То есть маленькое помещение. Знаете, тут можно в прятки. Потому что Натали только зашла, и все, ее уже нет. Мила куда-то зашла, ее тоже уже нет. То есть будьте осторожны с детками. То можно потерять. Цитадель. Мы дошли до цитадели. Я же говорю, никакого плана нет. Ну, возможно, он где-то есть, но мы его не смотрим. Это мы дошли до Барутана, 17-18 века. Зашли на территорию цитадели. Так, немаленькая. Мила с кефиром. Вкусный, кстати. Очень? Вот, очень вкусный. Прям настоящий кефир. Так что будете... Интересно, да? Это была церковь, я так понимаю. И сверху поставили ограждение. А вот это, то вот так ружья направленные были для защиты города. Да, очень нужно иметь подготовку. Сложно. Камни, лес и так далее. Собувь специальная. Местность так себе. Если ты не готов... Да. Ну, видите, вот я не профессионал. Мне кажется, вот просто так пошел и пошел. Профессионал. Человек там. Где? А есть мужчина, да. Вот, девочки показывают, что мужчина зашел туда. Видите? Металлоискателем. Короче, у нас разные версии. У кого с металлоискателем? Да, да, да. Перед этим мы думали молиться. Я думала, что, черт, это же слово, сос, чтобы его забрали. Но нет. Металлоискателем. Рассказывает, что здесь в некоторых местах не всюду можно ходить с металлоискателем. И у одного блогера друг собирают такие золотые монеты. Есть целая коллекция. Но вывозить или можно за границу, неизвестно. Мы сейчас насмотрели, что вот там тропинка пошла вниз. Там есть метка вот красная на камне. То есть, я думаю, тут уже знатоки знают, как проходить. И к водопаду тоже. Смотрите, как интересно стена построена. Такое чувство, что она падала. Ее задержали. Возможно, после землетрясения она зависла. И решили так оставить. Не знаю. Три землетрясения было здесь. Сразу видно цитадель. Пушки стояли. Угу, пушки стояли. Видите, на ту сторону пойдете, можно пойти, но там нет площадки. Чтобы вы понимали, я сейчас стою на четвереньках тупо вообще просто. Позди собачки. для того, чтобы вам поснимать стену. Вот, пожалуйста, так. Красиво пошла стена. И там закончилась. Юлия, можно было оттуда, да? Нет, надо отсюда. Отсюда красивее. Юлия с пакетом с курточки завязает вот это окно, чтобы поснимать вам стену. Это вообще. Ну, кстати, очень красивый вид. Можно залезать. Но немножко тяжело. Не знаю, как можно было целиться. Вообще ничего не видно. Смотрите, мальчик сливил дрон. Наш. Я шучу. Тут и не наш дрон, это его. Но здесь целая проблема. Провести дрон надо писать на таможнюю разрешение. То есть так просто не везете. Часовня Святого Марка. Но она, к сожалению, закрыта. И колокола нет. Колокол где-то уже сдали. Предприниматели великие. Возможно, летом открыто, знаете, когда сезон. Ну, ничего тут не сделано как бы. Тоже какая-то историческая ценность. Они молодцы. Они все поподписывали. Свратиште запутники. Это для путника. 14 век. Возможно, какой-то... Ну, как отельчик маленький был. Городские ворота, да? Копы. 11-14 век. Ну, вот мужчина говорит, 12 век. Ну, на ходу тоже меняет. Да? Не важно. Вот эти цветы очень классные. Они раз вот... Нет, куда. Святого Иоанна Крестителя. Церковь. 1927 год. Вот. Христителя. Не само тебе, Жена будет душа, Земоца не слуга, Давиди чуе. Дом у небу твое Не заструе струе. Помозимо милу, Созойте мою слуху, Скороцу сверху, Светомену. Здесь вот так ставят свечку за здравие сверху, за здравие, за упокоение внизу и закрывается для того, чтобы ветер не сдул. Такие вот эта красотулечка. Ну, чистый такой. Это че? Это мне кажется? Ой, Тибози. Все, все. Дворец Виек. 16 века. Мы думаем, что это венецианский дворец. Надеюсь, летом он будет открыт, тогда и сможем его посетить. Сейчас он, к сожалению, закрыт. Ты моя красотулечка, побежал водичку попить. Ось, ось. Руины францисканского монастыря Святого Николая построены в конце 13 века. В 1595 году турки-османы превратили монастырь в ортая мечеть султана Мурата. Он был уничтожен при взрыве хранившихся в ней боеприпасов в 1912 году. Смотрите, я читаю то, что написано. Но по логике вещей боеприпасы никто не хранит в храмах, в мечетях, в церквях. Нечаянно, я в это не очень верю, почему не написать прямо взорвали церковь. Ну, что не знали, где нельзя разжигать костры или как пользоваться спичками. Как можно нечаянно подорвать что-то. От старого города можно пойти улочками вниз с такими магазинчиками. Но я думаю, здесь больше людей в сезон. Кула. Кула – это башня, я так понимаю. Или нет? Ну, сад Кула – это башенные часы. Смотрите, как дерево растет. Это вообще, конечно, уникально. Я понимаю, цветочек вот так может вырасти, но дерево. Девочки сказали, что есть гранатовое пиво. Да? Тут вот здесь популярно оно. Очень будьте аккуратны. Здесь такие меленькие ступеньки, что ты думаешь, что здесь их нет и можно так немножечко упасть. Красивый такой улочка. Прогулочная. Такой памятник рабочему черногорцу. Кафешка. И вот красивые фонарики, которые светятся в темноте, я так подозреваю. Если нет, тогда зачем они? То есть, я думаю, что да. Здесь сувенирная лавка. Вот. Мне девочки за эту улицу рассказывали вчера. Говорит, там кафешек. Ну, говорю, где там кафешки? Да, вот. Вокруг старого города. Кафешки. Мне лично понравился старый город. Я не ожидала. Первый раз здесь. Хорошо, что Натали нас привезла. Мила захотела. Все карты сошлись, и мы поехали. И Бог распорядился еще, чтобы была классная погода. Часовая башня. Вот она. И церкви. И вот цитадель. Ну, то есть, в принципе, мы все обходили. Всюду были. Вот мы вышли, и вот так мы прошли сейчас сюда. Да. А можно и так еще пойти. Да, еще вниз дорога идет. Все, мы это все обходили. Можно вот так еще пройти, но там, видите, детская площадка, ресторанчики тоже. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши комментарии, подписку. И желаю всем вам мира в душе, любви, благодати, мудрости. Всех поздравляю с наступающими праздниками и желаю исполнения самых добрых и заветных ваших желаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok